Привет! Вот и настала Пасха, одна из самых интересных и удивительных за последние годы. Христос воскрес. А что же в ней интересного? История знает, как пасхальные праздники проходили и в блокадном Ленинграде, и в конституционных лагерях, и в трудовых колониях, и во время кровавых и затяжных войн, и во времена эпидемий, тем более. Пасха случалась и до Великого Раскола, и после него. Христос воскрес, и это больше истории. Но важно заметить, что сейчас мы находимся в революционной ситуации. То есть революция еще не произошла, но предпосылки копятся, порох сохнет. И интересно, найдется ли Ленин, который крикнет «Есть такая партия!» Или народ Божий. Все верующие и верные Христу, епископы, священники, миряне, сами смогут расставить фишки. Ведь те, кто видит в церкви институт влияния или прибежище от суеты мира сего, все проиграли. Многие сделали ставки на церковно-государственный союз, на лояльность церковных и светских чиновников, на финансовую независимость патриархии, на централизацию, на институт тайного знания и контроля епископата, как, впрочем, и всех остальных, на церковно-славянский язык, на ладанное благочестие, на могущество чудотворных икон и на гул в ногах от бесконечно продолжительных служб. Но ничего из этого Христос в мир не приносил. И вот на барабане выпало зеро. Обнуляемся? Нет, нет, я не имею в виду, что сейчас все отменится, и тем более к этому не призываю. Но храмы закрываются, и всем более-менее очевидно, что вот они, те самые скрепы, висят на своем месте, а вот люди на своем, и все в полной самоизоляции. Долгие годы патриарху Кириллу вменяли в виду политику построения жесткой вертикали власти. Но горе-эксперты, видимо, не в курсе, что это невозможно ни канонически, ни по характеру русского народа. Сегодняшняя ситуация с рекомендациями к тому, чтобы воздержаться от посещения церковных служб, тому доказательство. И прямая параллель с действиями первого лица государства. Рекомендации и решения выносятся одними людьми, а ответственность будут нести другие люди на местах. Вот губернаторы и архиереи решают вопросы, как могут. Смутные времена, слава богу, еще не наступили. Но вода уже мутная до нельзя. И как мы с вами знаем, при всякой мутной воде всегда находятся опытные рыбаки. Легко увидеть, как ловко стал набирать очки псковский митрополит Тихон Шевкунов, например. Его продвигает его верный подаван Дякон Андрей Кураев, несколько журналистов и телеграм-каналов. И владыка Тихон неплохо выглядит на фоне многих архиереев, которые абсолютно растерялись от жестких предписаний главных санитарных врачей. Оказалось, что мало кто из них способен обратиться к людям, если те сами не пришли в храм и не склонились безропотно во время проповеди. Мало кто смог сориентироваться и сохранить церковь как церковь, то есть как собрание, в то время, когда собираться нельзя. Да мало кто смог позаботиться о людях, не знаю, есть ли такие. При этом и никакой взаимной поддержки архиереи друг другу не оказывают, что бы ни происходило с ними лично или в их епархии. Может быть исключение составляют родственные связи, кланы. Также мыслят и действуют наделенные властью священники. Все копируется один к одному. К сожалению, я лично знаю многих ковид-диссидентов среди духовенства, которые выступают словно агитаторы во время крестовых походов. Лучше пойти на святую землю и там умереть, чем остаться дома и погибнуть от греха своей трусости. Но сейчас тот период воспринимается как одна из самых позорных страниц церковной истории. Чтобы это понимать, историю надо знать. Невежество становится смертельно опасным. Если не осветить булочку, Христос обидится. Неужели? Я знаю и приличных людей, которые склонны думать, что весь этот мировой кризис, искусственно созданное явление, нужно для того, чтобы обеспечить такой цифровой контроль над населением. Дескать, никакого коронавируса не существует, и все это нужно для установления цифрового рабства. Да, сейчас опробируются средства такого контроля, но не стоит путать причину и следствие. Не эпидемия, а что-нибудь другое. И это так или иначе было бы внедрено. Честно сказать, если черпать информацию только из социальных сетей и СМИ, то возможно бы и я склонялся к подобным мыслям. Но в моем окружении, среди людей, которых я уже давно и хорошо знаю, наберется уже, наверное, с десяток человек ковид-положительных. И некоторые из них очень тяжело переносят эту болезнь. При этом, как я и говорил ранее, это еще не самая смертельная болезнь, которая могла бы случиться с человечеством. По подсказке можно посмотреть. Поэтому очень важно сейчас трезвенное отношение к происходящему и внимание к тому, что действительно важно. А важен не политический расклад и рейтинг отдельных персон, а ценности. Обстоятельства меняются, а ценности остаются. И ответить себе на вопросы, что в действительности мне важно – храм или причастие? Люди или их деньги? Что ближе – страх или вера? На что я ориентируюсь, когда я принимаю решение? Кулич или жизнь своих близких? А что такое церковь? Пространство досуга? Институт изучения духовной реальности? Бюро религиозных услуг? На фоне этих вопросов громко звучит высказывание бывшего священника отца Александра Усатова. Для тех, кто следит, те знают, что он недавно сам снял с себя сан. В основе был опубликован материал, в котором он делится своими соображениями. Так вот он сказал – церковь сейчас разговаривает сама с собой. Она отвечает на вопросы, которые никто не задавал. Это очень похоже на правду, но все портит излишнее обобщение и неопределенность того, что понимать под церковью. Все, что он сказал в этом тексте, мне давно уже известно. Но почему я не ухожу из церкви? Наверное, потому что мне известно чудо преображения человека. Явление церкви, как собрание верующих и верных людей. Опыт святых. Красота сочетания духа и смысла. Цельности, пути и цели. Все это куда большее чудо, чем, я не знаю, крест на облаках или лик, проступающий на каком-нибудь древе. Потому что в Царстве Небесном не будет мироточивых икон. Там некого этим удивить. Но там будут люди, для которых Бог и Царь и Отец. А что мешает нам жить так уже сейчас? Кроме нас самих, конечно. Поэтому, если кризис будет только усиливаться и революцию нам не удастся избежать, то вспоминая слова, кажется, это было у отца Спиридона Кислякова в его книжке «Исповедь священника перед церковью», скажу, пусть это будет революция духа. Та, что идет к свободе, общению и служению в самом высоком смысле этого слова. Потому что Христос воскрес и это очень хорошо. Пока!